Всем привет! Вы на канале Elizabeth Books и добро пожаловать в книжные покупки, которых не было, кажется, с прошлого месяца. Всё время не накапливалось нужное количество книг, но, наконец-то, всё, что я хочу читать в ближайшее время, у меня накопилось, и я рада показать эти книги вам. Те, кто подписан на мой инстаграм, поймут прелесть первой книжной покупки. Это третий и четвёртый тома сказок. В последнее время я увлеклась этой комикс-серией, она принесла мне очень много положительных эмоций. В инстаграме я уже все уши всем просужжала об этих замечательных историях, об этих ритейлингах. Скоро в июньском прочитанном расскажу и в целом о томах, которые уже успела прочитать. Но это моя новая сказочная любовь к книге, которых мне давно не хватало. Я искала вот именно что-то похожее на сказки, и авторы этих комиксов, их художники сумели дать мне то, чего я так отчаянно желала. И у меня пополнилась коллекция любимых комиксов, которых, к сожалению, очень мало. Стивен Кинг и его «Глаза дракона» и «Кристина». Я продолжаю собирать то, что меня наиболее интересует в творчестве Стивена Кинга. Мне понравилась аннотация книги «Глаза дракона» тем, что это как будто бы фэнтезийная сказка, достаточно лёгкая, плюс небольшого объёма. И тут, насколько я понимаю, один из главных антагонистов – это чёрный человек из «Противостояния» Стивена Кинга. А в «Кристине» меня заинтересовал тот факт, что главным антагонистом, злодеем данной истории является машина. Машина, которая, как я понимаю, то ли какое-то зловещее создание, то ли может перекидывать тех, кто находится в ней в прошлое, то ли наделена ещё какими-то необычными свойствами. Но мне очень рекомендовали именно «Кристину». Не знаю уж почему, на Буктюбе я редко встречала отзывы на этот роман Стивена Кинга, но будем надеяться, что он оставит меня в приятном впечатлении. Анна Шерри, я подарю тебе крылья. Первая часть, вторую я так не нашла с момента анонса планов на лето. Это история, которая будет рассказывать нам о работе экипажа самолёта. А я очень люблю смотреть за ширму, так сказать, некоторых предприятий, будь то кафе, ресторан, самолёт. Всё это мне безумно интересно посмотреть, как всё устроено изнутри, как там люди работают. И наша главная героиня как раз поступает работать на борт самолёта одного из самых крупных авиалайнеров. Но у неё сразу же почему-то не залаживаются отношения с главным пилотом. И как я понимаю, это и лёгкая романтичная комедия, и вот такой роман производства. Как всё устроено в самолёте, как там люди работают. Первоначально я купилась на безумно яркую обложку этого романа, но потом уже прочитав аннотацию, поняла, что это планируется что-то довольно-таки необычное. И я люблю летом читать романтичные истории, так что эта книга идеально вписывается в мои планы. Я поняла, что классические детективы Сенсома, которые сейчас очень активно переиздают издательство Азбука, пропадают из продаж, поэтому купила Тёмный огонь, это третья часть, и Суверен, вторая часть. Очень пухленькие томики. Я ещё не начинала читать книгу Горбун лорда Кромвеля, но планирую это сделать, опять же, если не летом, то крайний срок. Осенью нужно уже браться за эту серию классических детективов. Она меня безумно подкупает и своим антуражем, и главным героем, которого все описывают как очень интересную, незаурядную личность, и теми событиями, которые будут разворачиваться на страницах этих детективов. В общем, все звёзды должны сойтись, мне должна эта серия безумно понравиться, и у неё есть все шансы войти в топ любимого. После моего ошеломляющего знакомства с Дэвидом Митчеллом и его Утопией Авеню, мне захотелось прочитать всё, что есть на русском у этого автора, поэтому я, не задумываясь, приобрела целых два романа. Это костяные часы, вы только посмотрите, какие они прекрасные по оформлению, и, насколько я знаю, все элементы, присутствующие на обложке, они потом как-то обыграются ещё в сюжете самой книги. И ещё одна книга Митчелла – это «Голодный дом». Я была очень удивлена, когда увидела её вживую, какого она маленького формата. Это действительно книжка-малышка, она отличается от всех остальных произведений Дэвида Митчелла, которые изданы на русском языке по своему объёму, формату и дизайну. Скорее всего, я подозреваю, что и по начинке она будет отличаться, пока взяла только эти два произведения. Хотела ещё взять третье, но, к сожалению, я не нашла книгу «Тысяча осеней» якобы Дезута в твёрдой обложке, а очень бы хотелось «Мягкий приплёт» мне совершенно не нравится. В общем, есть у меня про запас произведения Дэвида Митчелла. Больше всего я пока склоняюсь в сторону костяных часов, так как это опять будет завязано на литературе, на эпохе. Тут будет какой-то маленький городок, скрытый от посторонних глаз, и очень необычная главная героиня. Вообще, по анатакциям Митчелла я не понимаю практически ничего. То есть невозможно догадаться, в чём суть данной истории, о чём там будет вообще рассказывать нам автор, так что это ещё и такие книги-сюрпризы. Книжный подарок. Совсем недавно мне подарили книгу «Дафна де Марье» Ребекка. Я это произведение уже читала, нежно его люблю, но мне приятно получить свою коллекцию вот в таком прекрасном оформлении азбуки «Премиум» Ребекку. И это моя любимейшая обложка у переизданий этого романа. У него, к сожалению, нет какого-то адекватного, очень красивого переиздания, но вот это приближено к моему идеалу. Наверное, с Ребекки и началась моя большая любовь к готической прозе, именно к английской готической прозе, когда я начала зачитываться повально этим жанром, искать книги, в которых присутствуют какие-то таинственные, загадочные особняки, очень тёмная, мрачная атмосфера, тайны и загадки. Так что я благодарна «Дафне де Марье» за то, что она открыла мне мир этих книг. И буду ещё не раз перечитывать Ребекку, когда мне подарили первоначально эту книгу, я подумала, а не прочитать ли мне роман заново. Но на этом покупочке от издательства «Азбука» у меня не заканчивается. Встречайте Морис Дрюон и его «Проклятые короли». Цикл, который уже полностью переиздан на русском языке, это «Железный король» вот в таком потрясающем оформлении. И «Ят и корона» это третья часть. Я, к сожалению, не посмотрела, что вторая часть – это совершенно иная книга. Взяла в поплыхах, так как на эти книги была очень солидная скидка, я просто не могла их не взять. Это исторический цикл, основанный на реальной истории Франции, точнее, на одном очень интересном проклятии, и на том, как оно повлияло в целом на весь королевский род, на историю страны, на её будущее. Мне интересно будет познакомиться и с этим автором, и с этим циклом, так как многие его хвалят, многие любят, и волна переиздания снова возобновила эту горячую любовь русского читателя к циклу «Мориса Дриона». Ещё один интересный факт об этой серии – она была очень популярна в СССР, когда впервые выходили издания «Мориса Дриона», все зачитывались этими книгами этой серии из семи томиков. Многим нравилось наблюдать за историческими событиями в средневековой Франции, и я думаю, что это о чём-то договорит, конкретно о том, что у серии очень хорошая база и очень интересный слог. Шишков и его «Угрюм-река». Я слышала в начале этого лета очень много отзывов как раз на роман «Угрюм-река». Я как-то его до этого не замечала, но тут вышел недавно, как я понимаю, на первом канале сериал, снятый по мотивам данной книги, и все обратились к первоисточнику. Меня история тоже заинтересовала, хотя я не видела ни сериал, никаких кадров из него, я просто клюнула на отзывы. И тут, как я понимаю, речь пойдёт о купеческой семье в Сибири, о нескольких поколениях этой семьи, и, как всегда, мы будем видеть, как меняются поколения, меняются идеи, взгляды на этот мир. Я в целом люблю такие русские семейные саги наподобие того же произведения «Тихий дон», который я, к сожалению, не дочитала, совершенно не моя история, к сожалению, но надеюсь, что с «Угрюм-рекой» всё получится намного-намного лучше, и я произведением проникнусь, тем более тут, кажется, есть, что будет интересно пообсуждать. Книга, которую я очень долго караулила, ждала, когда же на неё хотя бы чуть-чуть снизится цена, и, наконец-то, этот момент настал, и я держу в руках «Беззвёздное небо» Эллен Моргенштерн. Я слышала, что у этого автора есть ещё её первая дебютная работа, это «Ночной цирк», но, к сожалению, как я слышала ещё в русском переводе, очень странный перевод именно исконного текста автора, вот здесь история как-то получше, поэтому я начала своё знакомство с автором именно с «Беззвёздного моря», плюс тут очень много литературных отсылок, размышлений, красоты поэтического слога, а это всё, что я безумно люблю, и уже по оформлению книга меня полностью зачаровала, надеюсь, что по внутреннему содержанию она тоже не оставит меня равнодушной. А вообще по сюжету тут молодой человек, работник библиотеки, он находит то ли книгу о себе, то ли начинает проваливаться в какие-то другие книжные миры, и пока всё это попахивает не то магией, не то каким-то магическим реализмом, но без чего-то этого точно в данной истории дело не обойдётся. И в финале покажу вам итоги своего небольшого набега на подразделение «Эксмо Инспирия», у которого сейчас выходят книги, которые меня наиболее интересуют. Мне кажется, это очень свежее, такое вдохновлённое подразделение, у которого точно большое будущее. И первая книга, которую я захватила, «Свои лапки» — это «Джо Хилл», его «Пожарный». Слышала много положительных отзывов, в особенности от Юли Буксраунд, мнению которой я доверяю. У нас часто совпадают вкусы в литературе, и это просто потрясающее издание. В особенности мне нравится «Форзац». Ну а сама история повествует о том, как на Земле начала распространяться загадочная болезнь, вследствие которой люди просто возгораются, как фениксы возгораются, как я понимаю, не возвращаются к жизни. Это очень созвучно с романом «Противостояние» Стивена Кинга. Я думаю, что Джо Хилл точно брал что-то у отца, по крайней мере, вот такую вот напряжённую, опасную атмосферу. Но это и не мудрено. У одной идеи может быть тысяча, миллион воплощений, и каждый человек интерпретирует этот смысл, эту историю по-своему. Так что познакомимся с пожарным. Меня заинтересовала книга Стивена Кинга «Противостояние», но пока я не готова ни морально, ни физически, ни экономически, так как книга стоит довольно-таки недёшево, а я не хочу брать в мягких обложках и в каком-то некрасивом оформлении. Так что пока познакомимся с пожарным и заценим эту историю. Шанель Клиттон в следующий год в Гаване. Это первая часть диалогии, вторая часть называется «Когда мы покинули Кубу», если я не ошибаюсь. Хотела купить сразу две части, но почитала, что их вполне можно читать раздельно, то есть там нет какой-то единой сюжетной линии. Так что решила сначала познакомиться с первой частью, которая нам будет рассказывать о том, как молодая девушка отправляется на родину своей бабушки, чтобы побывать в тех местах, которые были очень дороги её сердцу. И повествование ведётся в двух временных линиях. Первая – это Куба 1958 года, а вторая – Америка уже в наши дни, где будет рассказываться как раз о внучке главной героини. А в прошлом мы как раз проследим за становлением жизненного пути её бабушки. Революции, семейные тайны, огромная жгучая любовь и история одной семьи – это всё, что я безумно люблю в семейных сагах, и надеюсь, что Шанель Клиттон тоже меня завораживает своим слогом и своей историей. Теа О'Брехт «Без воды» – это история в декорациях американской пустыни, и как люди вообще выживают в пустыне, где постоянно изнуряющая жара, где почти нет воды, где, в принципе, очень сложно выжить, но жара ли – главный враг человека в этой пустыне? Что будет, если появится человек опаснее любой самой изнуряющей засухи? Очень понравилась аннотация. Она цепляет читателя на такой крепенький крючок, и книжка не самая маленькая. Это такой полномасштабный роман, который я надеюсь прочитать в ближайшее время. Уж очень хочется узнать, что же там приключится, а затем рассказать вам. Наверное, из всех моих покупок от Инспирии мне больше всего нравится «Без воды». Она меня привлекает к тебе сильнее всего. И последняя книжка, на которую вы, скорее всего, уже видели влог с книжных выходных – это маленькое кафе в конце пирсов. В прочитанном июне ещё раз расскажу об этой истории, о том, чем она меня зацепила, какие эмоции принесла. Но это очень летнее чтение, подходящее для отпуска, для того, чтобы взять книгу с собой на море, в поездку, на дачу. Она везде придётся к месту, и она принесёт вам то, чего так не хватает в обычной жизни – тепло, позитивно. Она создаёт идеальную атмосферу и настроение для отдыха. История меня порадовала, и я буду следить, что ещё интересного выйдет у Хелен Рольф. Это были все мои книжные покупочки за ближайшее время. Совсем скоро я планирую сделать ещё одно видео с покупками, но пока не будем заглядывать далеко вперёд. Пишите, что из этого вам больше всего понравилось. Может быть, вы что-то уже успели прочитать. Можете дать свой совет, свою рекомендацию. Мне будет всё очень интересно узнать. Ну а с вами была, как всегда, Элизабет Букс. Увидимся мы в новых видео уже совсем-совсем скоро. И всем пока-пока!